Ну что ж, вот и пролетел наш сезон, и я хочу сказать большое спасибо всем, кто был с нами, всем, кто работает в компании «Ледовая симфония», всем спортсменам. Это был непростой сезон, но сезон, после которого приятно подводить итоги. И в целом я, как руководитель компании, очень доволен тем, как мы провели, как справились с ним. Но в первую очередь для нас этот сезон отличался от других тем, что в этом году не было телевизионного проекта. И это большое испытание для компании, которая все-таки больше полугода работала благодаря телевизионному проекту, который нас поддерживал, который давал возможность ребятам быть сильно занятыми. И финансово также достаточно играл существенную роль. В этом году мы выстояли крепко на ногах, и я считаю, что для нас это очень знаково, поскольку говорит о том, что мы не являемся, как сидеть наша страна на нефтяной игле, некими вот на игле телевизионных проектов. Мы самодостаточная, сильная компания, и именно этот сезон подтвердил это. Мы провели огромное количество различных мероприятий, различных ледовых шоу. И, начиная вспоминать, сколько всего пронеслось, даже, наверное, все и не упомнишь. И в общей сложности, наверное, сейчас не буду так сильно бросаться цифрами, но более 80 шоу в регионах, большие шоу в Москве, очень знаковый проект. Год до старта, они большого города выехали за рубеж, гастролировали по России. Это моя мечта была вывести спектакль за пределы Москвы и Санкт-Петербурга, и она осуществилась. Я очень доволен гастролями огней большого города. Были опасения, что зрители, может, не пойдут, не поймут, или будут какие-то непонимания и большие финансовые убытки, но, слава богу, этого не произошло, и в регионах нас принимали замечательно. Огни большого города – это наш определенный шаг вперед, и я очень рад, что нам удалось показать в ряде городов огни, и надеюсь, что еще в ряд городов мы сможем с ними доехать. Там же, где не было огней, была новая программа «История любви», и, мне кажется, это тоже программа, имеющая своего зрителя, имеющая свой определенный шаг вперед. Ребята с удовольствием работали в этом проекте. Проект уже существенно отличался от обычного нашего рядового шоу. Мы постепенно, правда, переходим. Первое отделение было в привычных рамках, а вот уже второе было действительно отделением, где не было ведущего, где была сюжетная линия, она такая была легкая, на ниточке. Но зато каждый номер был со своей историей, и есть номера, которые, на мой взгляд, очень удачные, мне удалось поставить, есть номера, которые можно было бы еще доработать, но доработать есть всегда и везде. Но, в общем-то, «История любви» – это программа, которая всегда во всех городах принималась на ура. Очень много детских спектаклей в этом году мы провели. Гастроли спектакля «Винкс». Впервые вывозили такой мощный спектакль с такими существенными декорациями. Сложно, непростые выезды были, но, в общем-то, мы справились. Спектакли «Винкс», новогодних представлений. Чудеса в новогодние ночи мы провели более 30 регионов, и, соответственно, 23 представления в Москве, 17 в Санкт-Петербурге, в общем, в общей сложности под 60 детских представлений, в которых были заняты различные чемпионы, и, конечно, ледовые балеты. Это три различных трупа, в общем, объемы колоссальные. И, ну, выдержали, справились. И, в общем, я считаю, что в качестве не потеряли, все представления были достаточно эффектными, и достаточно почитать отзывы зрителей про наши новогодние представления. Мне кажется, что в 90% все говорили много добрых слов. Конечно, есть всегда те, кто недоволен, у него своя дорога. К ним мы тоже прислушиваемся и стараемся исправлять, если что-то можно исправить. Ну, год до старта, наверное, такой проект для меня очень важный, где мы выступили, я выступил не только как режиссер, как хореограф, а именно как компания «Ледовая симфония» была организатором и всей технической базы, и всего самого решения шоу, как шоу, включающее новые технологии. И очень серьезные отзывы от иностранных экспертов говорят о том, что мы, в принципе, можем в город сворачивать, только осталось найти денег. Много. Так что, в общем-то, все хорошо. Новая программа «Сердца четырех» — это еще один проект. Я не хочу сказать, что... Я не хочу его ставить в противовес шоу чемпионов, потому что это просто другое направление, другой проект, который с успехом прошел в Краснодарском крае. Мы дали семь представлений, шлаги, дали большие залы. Но этот проект задумывался под те города, куда финансово невозможно привести чемпионский состав. Но где-то, наверное, это компенсируется самоотдачей ребят, постановкой, выбором в музыке. Ну и, конечно, чемпионы там тоже были. Алексей Ягудин хедлайнером выступил в Краснодарском крае, как и в Китае потом. В Беседе Полищук, выдающиеся ледовые акробаты, Леонова Хвалько. Делали костяк этого шоу. Яна Хохлова, чемпионка Европы, играет одну из главных ролей. И коллектив ледового балета, которым я очень доволен, и Настя Платонова, и Саша Грачев, и многие-многие другие. Все ребята работали по-настоящему. Ваня Бореев, Женя Кузнецов. Я всегда хотел, чтобы была сильная труппа, которая будет таким хорошим кулаком за спиной чемпионов, когда они расходятся, кулак дает, еще добавляет эмоции. Я считаю, что у нас сложился уже такой серьезный настоящий ледовый балет, ледовый коллектив, который вместе с чемпионами может действительно сворачивать горы. Проект имеет успех. Мы отправились потом на гастроли в Китай. И в Китае также приняли программу на ура. Так что я думаю, что эта программа тоже будет жить. Гастрольный тур. Гастрольный тур – это всегда сложная история, поскольку выдержать темпоритом, выдержать всю эту тяжелую длинную дистанцию не всегда просто. Бывают и технические накладки, бывают и физические. Ребята заболевают, какие-то шоу вынуждены пропускать. Поэтому я достаточно болезненно отношусь к любой критике, которая заслужена. И я в данной ситуации готов извиниться за то, что был ряд шоу, в которых, к сожалению, зритель не видел до конца полностью. Ну, пожалуй, это в принципе касается всего двух городов. Но так или иначе, если они были, пусть даже среди 60 других, мы должны работать так, чтобы не было ни одного города. Потому что для каждого зрителя это очень важно. И для меня тоже очень важно, чтобы качество проекта не падало и не снижалось. Но иногда приходится стоять, ты стоишь просто перед дилеммой. Или просто отменять шоу и не проводить его вообще. Или уже ехать тем составом, какой есть сейчас на данную секунду. Понятно, что всем не объяснишь, что кто-то заболел, у кого-то что-то проблемы по личному фронту вообще, ну, так сложилось. А у третьих вот так вот бывает такое. Я думаю, что в принципе по-человечески, наверное, зритель может здесь отнестись. Я стараюсь заменять как могу. И там, допустим, если взять Норильск, в котором, наверное, больше всего вопросов возникало, там появилась Ирина Слуцкая в качестве, ну, не замены, но она не была запланирована в проекте. Там появились воздушные акробаты. Честно. То есть я стараюсь, что могу сделать в данной ситуации, но не всегда я... Я не могу за всех один кататься. То есть вопрос стоит ребро. Что было бы лучше, если бы зритель не увидел вообще никому и просто повесла афиша. Да, Татьяна Навка не смогла, поэтому мы все просто не приехали. Или уже все-таки, да, не увидели Таню, но увидели Рома Костомарова. Ну, вот так получилось. Поэтому я все равно, как организатор, несу за это ответственность и не считаю, что это голословное обвинение. Приношу свои извинения. Надеюсь на определенное понимание и понимание того, что, ну, действительно, Тур – это очень тяжелый организм. И, в общем-то, в 90% мы не подвели своего зрителя. Зритель видел тех участников, которые были запланированы. Ребята работали на отмышь. Каждое шоу и вопросов по самоотдаче и по тому, что делать ребят на шоу у меня никаких нет. Поэтому еще раз спасибо всем, кто приходит к нам, все, кто верит в нам. Я думаю, что вот эти 99% успешных городов говорят о том, что мы будем работать, чтобы все 100 были. также четкие, мы тоже набираем силу, набираем работу. В этом году у нас тяжелый год. Мы потеряли нашего турменеджера Абрама Сандлера. Нашел из жизни. И так получилось, что это было тяжелым ударом для компании, потому что он планировал все туровые города. И немножко у нас съехала эта история и с графиком. Ну и вообще это потеря такого знака у человека, для компании. Поэтому есть накладки, но я не снимаю с ответственности, что такое происходило. Надеюсь, что еще раз будем стараться этого избегать. В дальнейшем, чтобы не было вообще никаких накладок. Идем дальше. И планов у нас очень много. Сейчас, на данный момент, обсуждается возможность нового телевизионного проекта, приводченного к Олимпийским играм. Это не будет проект Куба профессионалов. Это возвращение к нашему доброму проекту, с чего начинал звезды на льду. Да, сейчас кто-то скреется, а кто-то обрадуется. Ну, так всегда бывает. Кому-то одно нравится, кому-то другое нравится. Но в данной ситуации есть заказчик, первый канал, и я думаю, что сейчас это имеет место быть. Мы соскучились по этой работе. Мы больше трех лет не работали в этом направлении. Отходили, танцевали на полу, танцевали с балеринами, танцевали друг с другом в Кубке профессионалов. Возможно, сейчас на новой волне с новым, свежим дыханием, с новыми людьми этот проект также будет иметь успех. И нам будет есть что сказать. И это даст нам трамплин сделать еще один Кубок профессионалов для любителей исключительно наших ребят. для того, чтобы они еще больше себя показали профессионалами. Помимо этого, конечно, начинается работа уже над новыми детскими представлениями, новогодними. Мне хочется идти вперед, хочется идти дальше. Уже сейчас есть план на гастроли. Гастроли не только по России, но и за рубежом. Сейчас пока многие задают вопрос по огням. Что будет? Какой следующий спектакль? Я понимаю, что уже надо создавать дальше. Надо идти. Ну, оно должно созреть. Я пока еще не готов к тому, чтобы это было событие. Мне нужны проекты события. И нам пока удается их делать. Ну, в этом году, в следующем году 10 лет. В этом следующий у нас сезон между. 10 лет компании «Ледовая симфония». И, конечно, мы это будем отмечать большими кастролями, большими выступлениями. Надеюсь, что 10 лет – это большой срок. И надеюсь, что нас зрители, которые нас полюбили за эти 10 лет, придут, поддержат. И наши гала в Москве, которые обязательно состоятся, и наши выступления в регионе. Так что вперед из песни. Будем удивлять, будем слышать вас. Это тоже для нас очень важно. Поэтому пишите. Давайте, так, у нас сейчас новые технологии, интерактивные общения. Действительно, читаю с большим, слушаю, читаю с большим интересом. Очень хочется больше конструктива. Не просто мнение о том, о чем бы так бы. Принимайте участие в идеях, в том, что действительно, ну не то, что можно улучшить, а какую бы программу вы хотели слышать, кого бы из участников вы бы хотели бы увидеть. Но только не вот просто, вот с какой-то реальностью, реальностью, пониманием, что действительно этот человек может приехать. Кого бы действительно больше всего хотели увидеть в туре? Для меня тоже это очень интересный вопрос и важный вопрос. Кого бы вы хотели увидеть, а может быть, кого-то вы бы не хотели больше видеть в нашем коллективе? Такой вопрос тоже интересен. Поэтому вот хотелось бы наладить такого плана живое общение. То, что вам не нравится в нашей работе, что кажется неправильным. неправильным, пишите, пожалуйста. Действительно, это нам поможет вместе идти вперед, вместе решать какие-то вопросы, которые, ну, видимо, может быть, я вам где-то могу оставить их для себя на втором плане, на третьем, на четвертым. Считаю приоритетным это само творчество и организационные вопросы, которые позволяют держать всю компанию. Но есть очень много мелочей, которые один человек, конечно, держать не может. А бывает так зачастую, что как раз люди вокруг больше обращают внимание на, принимая все остальное как должное, обращают внимание на мелочи, которые мы действительно должны исправлять. Поэтому пишите, говорите обо всем, то, главное, конструктивно, без, не безапелляционно. Безапелляционно или критику, или безапелляционно по хвалу я не считаю. Потому что или все хорошо, или все плохо, так не бывает. Бывает, нужно искать всегда решение вопроса. Еще раз спасибо большое. Надеюсь, что я в общих чертах ответил на вопросы. Ну, даже не ответил на вопросы, просто пообщался с вами. Вопросы я готов отвечать и хочу отвечать, потому что всегда лучше ответить, чем люди себе додумывают, придумывают и безосновательно делают выводы, потому что просто не имеют информации. Мы открыты и информационно открыты, и открыты для новых идей. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok